Здравствуйте! Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпид-обстановке и принимаемых мерах в регионе на 11 часов дня 26 апреля. А текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Это первые завозные случаи, они продолжают иметь место быть. Второе – это круг контактных, которые мы тоже выявляем интенсивно. И третье, самое опасное, на наш взгляд, это то, что сегодня мы уже видим хаотичное распространение вируса по республике. У нас есть лица, которые не могут определиться с своим противоэпидемическим анамнезом. Как, например, вчера показал случай в Хангаласском районе, где у нас житель никуда не выезжал, ни с кем не контактировал. Сегодня Ореол географически расширяется, задействовано уже в борьбе с вирусом 9 наших районов, в том числе город Якутск. У нас 18 человек выписалось с выздоровлением. К сожалению, вчера одна пациентка ушла. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким. Наши врачи делали все, что могли, боролись за ее жизнь. Но, к несчастью, здесь как раз был тот перечень заболеваний, который дает осложнение при новой коронавирусной инфекции. Это хроническая абстрактивная болезнь легких, пронхиальная астма и единственная почка. Поэтому я призываю, наверное, всех жителей еще раз неоднократно подумать о здоровье своих родных и близких. Если для молодых этот вирус практически протекает бессимптомно, у нас такие ситуации есть, мы видим такие случаи. Дети у нас носят бессимптомный характер, являются переносчиками. То, конечно, для возрастных наших пациентов это очень тяжелое испытание, тяжелое течение заболеваний, к сожалению, которые предводят вот таким летальным случаем. У нас также еще два пациента крайне тяжелых. Мы также боремся за их жизнь. Еще раз хочу отметить работу медицинских работников, которые неустанно в течение уже почти полутора месяцев стоят у койки больного в достаточно сложной ситуации. Здесь надо сказать, что я, наверное, тоже хочу призвать и медицинских работников соблюдать все меры предосторожности, максимально придерживаться правил против эпидемических мероприятий, потому что мы являемся, наверное, главными защитниками сегодня здоровья нашей страны. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба Якутии с информацией на 11 часов дня 26 апреля. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok